Мы готовы обсудить все те проблемные вопросы, которые есть у жителей, проблемные вопросы, вопросы, которые их беспокоят, чтобы раскрыть всю информацию, которая, возможно, была не раскрыта до этого, либо в каких-то общественных источниках ее не было. Мы специально привезли и достаточно большую группу людей, которые готовы рассказать, в том числе именно как эксперты, это представители и Минприроды, и представители Минстроя, и представители, соответственно, проектной организации, которые делают с экспертной точки зрения, рассказать, что это за проект, почему этот проект делается, что он никаких опасностей ни для кого не несет. Как управляющая компания мы на правах аренды используем данный земельный участок для создания на этом земельном участке именно инфраструктуры, именно коммуникации для дальнейшего развития промышленности, привлечения инвесторов на этот участок. Сами, как управляющие компании, никаких мы производств здесь размещать не будем. Соответственно, сегодня мы поговорим по проекту о том, который просто предоставлен здесь на рабочем столе, чертеж со всеми схемами, выкопировками. Это дороги, это коммуникации, это центральное водоснабжение, центральная канализация, электроэнергия, газ, дороги и пешеходные зоны, и ливневые очистные сооружения. Перед нами стоит задача подвести эти коммуникации на эти участки, плюс разместить. Для дальнейшего размещения производств, привлечения инвесторов, у нас создана комиссия с привлечением органов исполнительной власти. Как и на прошлой встрече, я готов и повторяюсь, что давайте от вас предложение. Мы также включим в эту комиссию общественность тех активных жителей, которые следят за реализацией этого проекта для отбора наших резидентов, кто здесь будет располагаться. Как отбирался земельный участок? Я, насколько помню, земельный участок отбирался на основании предложения муниципального образования города Саратов. Более того, вы в прошлый раз даже обсуждали это, о том, что подыскивали разные площадки. Именно эта площадка была максимально подходящей под те требования, которые были. А какие требования были озвучены? Требования, чтобы был земельный участок, был муниципальный, чтобы это была достаточно большая площадь, на которой можно было бы создать реальный промышленно-индустриальный парк. Близкое расположение транспортных артерий, которые есть здесь. И, соответственно, не очень далекая история, связанная с жильем, чтобы люди, которые будут работать на этой территории, могли добираться. Давайте мы вернемся тогда к законодательству. Не существует безопасных промышленных предприятий. У нас это прописано в законе об охране окружающей среды. Вы сейчас утверждаете, что все 22 предприятия... Даже магазин, мы говорим, опасный, опасный. Можно я... То есть заводы, заводы, это абсолютно безопасные предприятия. Можно я вот вернусь немножечко, да, 5 минут назад, если отмотать. Я сказал, что сейчас, мы обсуждаем сейчас проект, в принципе, инфраструктуру земельного участка. Каждый инвестор, еще раз возвращаюсь к тому, будет проходить тщательный отбор. Каждая промышленная площадка, которая будет здесь размещаться на этом земельном участке, будет проходить, как вы правильно говорите, все требования экологические, индивидуально для каждого предприятия. Скажите, пожалуйста, почему не обсуждался выбор участка, на стадии именно принятия решения о выборе участка, почему не были привлечены жители? Почему этот вопрос не обсуждался с ними? Почему их поставили вот постфактум... Подождите, смотрите, это территория, возвращаясь опять в крепость зала, это территория, территория бывшего химического полигона, химического... Я сейчас просто объясню, дайте мне объяснить. В этой территории в прошлом году был вид разрешенного использования садоводства, овощеводства, выращивания лекарственных растений. Это территория бывшего химического училища, полигона, на котором выращивались в том числе крупно-рогатый скот были. Была автостоянка транспортная, ремонт крупногабаритного транспорта. Сейчас разрушены... Подождите, с 2010 года эта территория похожа на разбомбленную... Не похожа. Давно там были? Конечно, мы были буквально неделю назад. Мы сейчас еще пойдем и посмотрим, хорошо? Со мной лично и с нашими гражданами. И с вами пойдем, хорошо. Кому интересно, они обязательно сходят и посмотрят. И вы не припадете. Там находится полуразрушенный объект. Что там ужасно? Как нам говорят, помойка? Конечно, конечно, помойка. Это невозможно жить, как говорится. Если вы отрицаете, я не знаю, как можно на этой территории выращивать травы, о которых вы предполагаете говорить. Поэтому территория, это однозначно, ее нужно... Эту траву, эту территорию необходимо вовлекать в оборот. И она была вовлечена в оборот. Чем подтверждены сейчас ваши слова? Проводились какие-то экологические сыскания, брались пробы? Вы сейчас вот было словно... О том, что там находятся полуразрушенные здания? Но при чем тут полуразрушенные здания? О том, что там были, выращивался скот, и все это шло, эти пруды? В 87-м постановлении правительства в комплект документов, которые вы представили на госэкспертизу, должны быть инженерно-экологические... А это все есть, экологически, пожалуйста, и что там, там есть информация о составе почв, о том, какие растения там, и вы сейчас... Если мы сейчас говорим, давайте продуктивно, если вы хотите ознакомиться с проектом, у нас есть наш главный инспектор и инженер проекта, здесь, Станислав Геннадьевич, который этот проект... Мне не нужно, мне нужно обратиться к закону. Мы говорили, что соблюдаем закон, и сторонник соблюдения законодательства, да? Активные жители данной местности сделали запрос, значит, в Межрегиональное управление Федерального службы надзора в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям. И задали вопрос, вот этот проект, Золотинский индустриальный парк, он действительно подлежит экологической экспертизе или нет? Вы утверждаете, что нет, данный объект не пропадает. Однако у нас вот есть, мы вам торжественно вручаем ответ данного ведомства, который как раз-таки и говорит, можете зачитать, что вот второй абзац, можете начать с него. Как раз говорит о том, что данный объект подлежит... А можно ваш вопрос, который вы задавали, ставили, какой вопрос? Вопрос должен быть перед экспертом, когда ставишь... Вопрос ставился не перед экспертом, а перед министерством. Официально можно ли сказать? Подлежит ли проект Столыпинский индустриальный парк, в том виде, в котором вы его сейчас людям доносите, обязательная экологическая экспертиза, предусмотренная Федеральным законом об экологической экспертизе. Но только вы еще там указали, что при наличии 22 предприятий... Если проект вызывает обеспокоенность граждан, то экологическая экспертиза государственная может быть проведена не только для тех предприятий, которые включены в ограниченный список. Нет, неправда. Вы говорите, неправда. Вам Росприроднадзор конкретно отвечает, что в связи с тем, что нет документов в Федеральном Росприроднадзоре, государственной экологической экспертизе объект не подлежит. Но вы, как граждане, которые обеспокоены, имеете право по своей инициативе провести публичную экологическую экспертизу. Мы готовы представить весь пакет документов вашим экспертам. Но мы должны знать с вами, что после этого, когда вы инициируете и будете этим заниматься, потом наступает ответственность за те выводы, которые вы делаете по итогам, в том числе уголовные. И если эксперты выводят неправильно, то извините, я не вас пугаю, я вам говорю о том, я вам говорю о том, что вы не обязаны делать. Вы еще раз поймите, если в законе указано, что объект подлежит, кто с экспертизой. Когда проводят его министерство, что подлежит, столыбец в индустриальных парках, в кавычках, подлежит государственной экологической... Потому что в законе, в законе написано, в законе об экологической экспертизе, какие объекты подлежат. Объект один у нас сейчас, один объект парк. Не важно, какие вы топливы. Да вы не понимаете, этот объект, этот объект инфраструктурный, он не порождает за собой, за собой выбросов как таковой. Потому что это не манипуляция, конечно. Любой завод не будет проходить экспертизу, если будет в этом необходимость. Вы не слышите меня. У Столыпинского парка, как управляющей компанией, созданы инфраструктуры, выбросов нет. Их будут, возможно, в будущем образовывать кто-то. И когда будут строиться резиденты, некие предприятия... А можно задать конкретно вашему предприятию, значит, я изюмирую, что поскольку мы подавали проект, что исключительно касаемо движения коммуникаций и поведения дорог, он не подлежит... Безусловно. Так он и не может подлежить, да. Идем дальше. То есть мы все тут собравшиеся правильно понимают, что в целом проект Столыпинского парка не проходил вот с этими 22 предприятиями, не оценивался их возможным... Смотри, так их нету, этих предприятий. Как вы можете что-то оценивать? Так когда они будут появляться, каждое из этих предприятий будет проходить соответствующую процедуру. По-другому быть не может. Да не бывает такого. Такого не бывает. Не может быть. Вы знаете резидентов, которые вы заявили? Нет, мы не знаем резидентов, которые заявили. Вы сказались жители всех поселков. Собрали подпись. Те бабушки, которые не могут подписать, они нам на бумаге расписались, понимаете? За то, чтобы этот проект не находился здесь. Для вас недостаточно этого, чтобы начать рассматривать другой вариант. У нас нет другого варианта. Ну как? Что значит нет другого варианта? Пром-зоны простаивают. ВСО пром-зоны простаивают. От Елшанки до Сокорского. Национализируйте земли, которые нецелевые мы с вами. У нас, я насколько понимаю, что в СНТ люди, которые живут рядом, здесь не только за, ну или не только против, но и за то, чтобы там этот ромбарк выявили. Пожалуйста, герои всегда. Пожалуйста. Вы так и не знаете. СНТ еще раз. Это жители уже поселка. Это не СНТ. Мы воспринимаем своих, ну как бы, да, тех жителей, которые мы их воспринимаем серьезно. И мы понимаем, конечно, что они хотят. Это вы не понимаете, а вы понимаете. Мы жители. Поэтому, если вы не можете этого сделать, подавать другое место, мы тогда займемся этим вопросом вместо вас. У нас есть место вот это. Мы не согласны с этим местом. Вы определите, я экспертизу, мы не хотим делать. Или новые места. Новое место. Новое место. Подобиться еще раз. Оставьте наши места воздуха. Оставьте нам воздух наш. Придет кто-то, скажет, а мне нужен. Вот и же нет. Понимаете? Нет. Нет, никто. Котя пришел, сказал. Пожалуйста, давайте организуем общественное слушание. Значит, по поводу невозможности найти другой участок. Давайте вот вообще вот посмотрим с рублевой точки зрения. Согласно договору аренды, стоимость вот этого земельного участка 678 миллионов рублей. Кадастровая стоимость. То есть, если мы разбиваем по гектарам, стоимость одного гектара, это 8 миллионов рублей. Больше 8 миллионов. Что делает технопарк? Значит, что вообще такое технопарк? Технопарк сейчас развивается на казначейские кредиты федеральные, которые потом региону придется отдавать. То есть, вот на первом этапе парк получает 830 миллионов рублей, которые вот уже радостно, видимо, делят управляющая компания, вот как раз на подведение инфраструктуры и так далее. На втором этапе будет затребовать еще 1,7 миллиарда рублей, потому что общая стоимость бюджетных кредитов, которые пойдут на обустройство парка, составляет 2,5 миллиарда рублей. Дальше приходят резиденты, и вот эту вот дорогущую землю, которую бы с руками и с ногами оторвали бы девелоперы, сами бы подвели коммуникации, не требуя никаких бюджетных средств, заплатили бы дороже 8 миллионов за гектар и настроили тут экологически чистые коттеджи и развивали бы нормальную зеленую зону, что будет делать управляющий парк? Он будет ее отдавать без торгов и резидентам, продавать, точнее, по смешной цене, 116 тысяч рублей. Если, как вы предлагаете, и не дай бог это, конечно, случится, вы построите эти парки, и жители, те, кто были не согласны с заходом сюда каких-то предприятий, они смогут повлиять на выбор? Мне кажется, что это нет. Услышьте меня, я предлагаю вам сейчас официально, первое, создать, во-первых, общественную группу, комитет, как его хотите назвать, войдите туда вы, 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 и именно жители, да, которые волнуются. Не экспертник пришло и изнятку, а жители, мы вам дадим возможность участвовать и принимать решения. Я дальше продолжу. Дальше. Мы готовы вас лично привести в комитет, который будет выбирать тех и иных резидентов, которые будут доказывать на комитете, почему он туда может зайти. Я объясню, а почему он должен доказывать? Второй вопрос важный. Нет, это не второй вопрос. И вы будете иметь там право голоса наравне вместе с ним. Вас собирается... Нет, два. Подождите. Тогда третий вопрос. Если я, как житель, уже изначально против этого парка, то есть мое мнение будет субъективно, ну, с вашей точки зрения, потому что скажут, вот это хорошее, а я скажу, нет, он мне не нравится. Потом предложат другого, скажут, да тебе что, не предложи, тебе все не нравится. А я не хочу, понимаете, я не хочу дышать. Я не хочу вонью дышать этой. У нас жиркомбинат постоянно, как проезжаешь, там, не знаю, что они варят. А почему вы решили, что здесь будет вонь? А что там будет? У нас хоть одно предприятие есть? По новым требованиям построить. Потому что они старые стоят вон. У нас МПЗ через дорогу, вы приедете. Вот если есть у вас желание, но если есть желание, у вас приедете часиков в 11, в 12, в час, в ночь к нам в жасминку, и подъедете к железке. Я понимаю, но вы говорите про разные предприятия. И вы, мы не про разные, мы говорим про подход государства к организации вот этого всего. Вам люди все, ну не все пускай, половина говорят. Мы не хотим здесь промку. Постройте ее в другом месте. На Танталии, на ВСО, там, я не знаю, блин, в заводском районе, где есть эта инфраструктура, где есть трубы, где есть там мощности по электричеству, где газификация уже есть. Зачем сюда? Зачем сюда уничтожить? Сделайте нам доброе дело, сделайте нам парк, велодорожки там, я не знаю, какие-нибудь качельки. Вот вы говорите, что там разрушенные здания. Но кто их разрушил? Государство. Государственные органы, потому что в свое время они не обеспечили там, не знаю, финансирование и так далее. Ну разберите их, не надо там закатывать газонов, сделайте нам просто дорожки, чтобы мы могли гулять, чтобы я с сыном зимой туда на санках как бы ходил, так и ходил. На коньках ходил кататься, а не упирался в эти заборы, здания там непонятно во что. Здесь на территории, отвечая на этот вопрос, управляющая компания, как мы сказали в самом начале, готова создать вам общественную систему детскую площадку. Нет, нас в вас никогда не слышат. Спортивную площадку. Мы, наоборот, готовы вместе с вами поделить место возле Прудного. Господин, я вас, пожалуйста, услышите, я услышу вас, я не говорю за всех, вот мое личное мнение. Пожалуйста, не надо нам промку здесь создавать, просто не делайте промку, сделайте парк, сделайте что угодно, там, я не знаю, какие-нибудь карусели, качели, там, ну, аквапарк построить, а то мы в пензу мотаемся, чтобы фокусить. Я предлагаю закончить на сегодняшнюю встречу те инициативные граждане, председатели СНТ, которым сейчас необходимо в частном порядке, если Розаево, Александр Олегович, проедут на территорию, или, допустим, вы, как руководитель общественного совета по экологии, вам необходимо ознакомиться с проектной документацией, все сотрудники министерств здесь остаются, и в частном порядке уже будем работать с той документацией, с проектом выезд на место, отпустим прессу, отпустим тех людей, у которых не возникло вопросов, и, я думаю, здесь необходимо, Вячеслав, да, предоставил запрос, на который уже министерств ответит с предоставлением документов, также, все-таки, я предлагаю вам, как общественным гражданам, которым это все небезразлично, подумать над предложением Александра Олеговича создать рабочую группу, которая будет непосредственно взаимодействовать с управляющей компанией, и провести еще одну встречу уже после получения заключения, или, если будут какие-то замечания, мы когда первый раз с вами встречались, я на той встрече рассказывал чуть больше, чем сегодня, я говорил, что у государственной экспертизы будет и есть еще, возможно, масса замечаний, о которых сейчас заказчик даже не знает, потому что это государственная экспертиза, поэтому следующую встречу здесь Александр Олегович, Алексей Сергеевич уже по результатам прохождения проекта назначат, до вас доведут, но за это время, в мое мнение, необходимо создать совет, в который непосредственно мы, как администрация Гагаринского района, тоже будем включены, чтобы контролировать каждого резидента, который будет здесь присутствовать, и о чем говорил вначале Алексей Сергеевич, я тоже предлагаю это взять за основу, что нам необходимо будет продумать те зоны рекреации, которые им необходимо будет создать.